Спасибо тебе, радость, моя любовь, Иисус. Спасибо тебе, радость, Господь. Спасибо тебе, Дух Святой, что ты помог. И мы вышли вовремя, с Божьей помощью. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Отец. Рекрешу, Локебес Санто. Господь, Отец Небесный, Тебе славлю, благодарю. Славлю Тебя, благодарю. Не решу, Локебес Санто. Спасибо тебе, Отец Небесный, слава Тебе, Великий Царь, Великий Бог, Отец Небесный. И вся честь, хвала и слава Тебе. Поклоняюсь Тебе, благодарю за это онлайн-вещание, Господь, которое ты захотел сегодня сделать через меня. Хвала Тебе, мой Бог, хвала Тебе, славный. Ты говори, Господь, как ты хочешь, ты помашь уста и сердце мое, говори через меня, как ты хочешь, Великий Отец Небесный. Во имя Иисуса Христа прошу Тебя и благодарю Тебя, Святой. Аллилуйя, Святой, Великий Наш Отец. Шалом, драгоценный. Проходите, проходите. Ну, проходите это так, образно говоря. Добро пожаловать на онлайн-вещание великого нашего Бога, Отца и Сына и Святого Духа. Слава Тебе, Господь. Аллилуйя, сейчас немножко включу вот это. Аллилуйя, Святой. Аллилуйя, Святой. Не будем мы болеть. Ранами Иисуса мы исцелены. Хватит религия. Нет. Господь, я Тебя люблю. Аллилуйя. Реши, Санту, рифа Шолу, Кребе, Санту. Грету, риба Шолу, Кресанту. Реши, Цепре, Фале, Кресанту. Аллилуйя. Слава Тебе, Иисус. Слава Тебе, Господь. Слава тебе Иисус! Слава тебе Иисус! Все равно Он любит, даже в Библии написано, в какой бы мы ситуации ни находились, а скорбь, теснота, что бы ни было, никто нас не отлучит от любви Божьей. Слава тебе, Господь! Слава тебе, Господь! Аллилуйя! Мы просто зачитаем этот отрывок классный. Это Кремленам послание 8. Аллилуйя! Это можно уже выключить. Это апостол Павел, дорогие дети Божьи, вот просто сейчас Дух Святой от Иисуса Христа. Просто хочет такое послание нам дать от Отца Небесного, немножко, чтобы мы ободрились. И здесь Римлянам 8 стих написано, но все, Римлянам 8 глава, простите, 37, 38 и 39 стих. Но все сие преодолеваем силу возлюбившего нас. Ибо я уверен, что не смерть. Ты сегодня, возможно, пережила смерть. Может быть, кто-то смотрит, пережил смерть в ближнем, прошедшие месяца или прошедший год, кто-то умер у тебя. Да, здесь имеется в виду, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, даже то, что ты сейчас живешь, ни ангелы, ни начало, ни силы. Вот здесь, а, начало силы, знаете, это кто такие? Вот это начало силы, это имеются демонические силы. Ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьего о Христе Иисусе, Господе нашему. Аминь. Слава тебе, Господь, слава тебе, Отец Небесный. Сегодня будет тема очень хорошая от Бога о том, что Бог наш, прежде всего, это есть любовь. Бог есть любовь. Спасибо тебе, Отец Небесный, что ты есть любовь. И, знаете, мы часто привыкли, что вот эта любовь, это вот просто сю-сю-сю-сю, я тебя люблю, я тебя люблю. Но мы видим, что реально, когда человек находится в любви, здесь, а на земле, ему приходится претерпевать много страданий. Потому что здесь, а на земле, было по воле Бога все это допущено. Это были его планы, которые мы видим, что он их изменит. Допущен грехопадение человека. Это все было по плану Божьему. Чтобы вы не думали, что это кто-то там, а сатана такой великий и сильный, и победил Бога. Нет. Иисус, что умер, на кресте понес муки и страдания за нас. Там написано, он сам, Иисус говорил, что я это захотел сделать. Его не принуждал никто. Знаете, он не пришел вынужденно. Он говорит, добровольно захотел умереть за нас. Добровольно. Вот представляете, добровольно. Как Отец хотел. И Иисус имел право сказать Отцу, я не хочу этого делать. И имел право согласиться. Но мы видим, что Он согласился. Слава тебе, Господь согласился пожертвовать своей жизнью. И мы все знаем, что Иисус наш Господь умер на кресте за нас и воскрес для нашего оправдания. Это план был не Иисуса Христа. Это план был Отца Небесного. И сам Иисус, дети Божии, когда ходил по земле и проповедовал, Он всегда говорил. Я пришел, чтобы прославить не себя, а Отца Небесного. Всегда Иисус так говорил. Слава Господу за это. Мы тоже здесь оживем, чтобы не прославлять себя, а Отца Небесного. Спасибо тебе, Господь. Хвала тебе. Сейчас на сердце моем помолиться, поблагодарить Господа. И у нас сегодня будет эфир, как Отец Небесный поведет в Духе Святом. Отец Небесный, Он действует. Мы видим через Иисуса Христа, через Духа Святого. Он может действовать через любой свой сосуд. Даже мы видели через ослицу, Он говорил. Да, по Писанию, вы можете это прочитать. Интересная такая история была в Ветхем Завете. Но сейчас тема не об этом. Сейчас мы просто помолимся. Еще раз все, которые присоединяются к онлайн-вещанию, я вам говорю, мир вам, шалом вам, присоединяйтесь. Все эти эфиры, они Отца Небесного. Чтобы вы знали. Это служение Отца Небесного. И Он хочет прославляться дальше, через меня и через каждого из вас. Это все служения Отца Небесного. Чтобы вы всегда знали. Иисус пришел, чтобы прославить Отца Небесного. Мы здесь, а на земле, чтобы прославить Отца Небесного. И также мы прославляем Иисуса Христа. Слава тебе, Господи! Также мы благодарим Отца и Сына, и Святого Духа. И Святого Духа мы тоже благодарим. Спасибо, Господу, за все это. Я просто молюсь и благодарю Тебя, Отец Небесный, во имя Иисуса Христа. Я благодарю Тебя за Твую милость, за Твую любовь. Я благодарю Тебя, что Ты выпрямляешь то кривое. Ты выпрямляешь тот путь, который мы выбираем неправильно, по нашему незнанию. По нашему, ну, все, что угодно может в жизни случиться с человеком. Но ты, если это допустил, то ты помогаешь человеку выбраться с этого. С каких-то неурядиц, с каких-то проблем. Спасибо Тебе за это, Отец. Я благодарю Тебя, Господь, и славлю. Хвала нашему Отцу. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Господь, что Ты умер за нас и воскрес для нашего оправдания. И реально Иисус нам пример, знаете. Иисус, Он был послушен во всем, написано, даже до смерти Христова. Он был послушен во всем Отцу. А Ему помог в этом Отец Небесный, знаете. Он Ему помог быть послушным. И Тебе поможет. Некоторые сомневаются. Я тоже так, знаете, по-разному. Я тоже духовно, знаете, какой человек. Расту. Ну, вы должны понимать, у нас Бог Отец Небесный. Это Бог Великий, Владыка Неба и Земли. А Иисус Христос, это вторая Личность Бога. Написано, Сын Божий. Он пришел. Сын Божий пришел исполнить волю Отца Небесного. А Дух Святой там написано, как третья Личность. Он сейчас послан сюда, чтобы что помогать. Он утешает, учит, назидает. И Дух Святой написан, Он исходит от Отца и Сына. Знаете, это надо просто верою принимать. Умом мы не можем это понять. Бог — это таинство. Но я хочу сказать, за все вот это мое хождение с Богом, я поняла, знаете, я поняла, что Отец Небесный — это другая Личность. Это совсем другая Личность. Иисус — это другая Личность. И по Писанию это четко видно. Дух Святой — другая Личность. Но все вместе с Сии написано «Едины». Они едины в чем? Они едины, что это все один Бог. Друг без друга не могут, Бог говорит. Друг без друга не могут. Поэтому некоторые говорили, а кому Иисус молился? Он что, сам себе молился? Нет, Он сам себе не молился. Он молился Отцу Небесному. Когда Он приходил, Он реально молился Отцу Небесному. Слава тебе, Господь, и хвала. Я благодарю Господу за то, что Он пришел и в мою жизнь. Благодарю Господу, что Он меня учит. Знаете, я не могу сейчас, вообще даже не собираюсь там хвалиться или что-то там собою, да? Но я хочу просто сказать, что Бог меня все это время тоже учит и взращивает, меняет. Спасибо тебе, Господь. И поэтому всю хвалу, честь и славу я Ему отдаю за эту Его работу. Рассматривая все Писание и выбирая некоторые судьбы из Писания, судьбы всяких героев веры, мы там скажем, какие-то. Знаете, я начала смотреть, что каждый верующий в Бога проходил свои трудности. Очень, даже мы видим, даже были такие шокирующие, наверное, очень сложные периоды в жизни каких-то верующих, что это было невозможно без помощи Бога пройти эти испытания. Зачем они называются испытания, я не знаю. Знаете, и почему Бог это все допускает в жизни людей, у меня нет ответов. Мы видим по жизни Иова, вы видите, он вроде бы старался Богу служить, старался жертвоприношения приносить каждый день. Представляете, за себя, за своих детей он приносил жертвоприношения, но мы видим, какая беда его постигла. И это допустил любящий отец. Мы видим, что он хотел, он реально начал Иовом хвалиться. Он реально хвалился Иовом. И он хвалился Иовом, знаете, кому? Сатане. Возможно, он хотел Сатане показать, что те люди, которые избраны для славы, они все равно отличаются, они все равно имеют какой-то стержень, все равно имеют какую-то, не знаю, богобоязненность. Все равно он показал Сатане, что Сатану он тоже сотворил, знаете, одинаково, как и с другими ангелами. Но почему в Сатане это зло? Появилась зависть? Я не знаю. Знаете, у меня нету таких ответов. Я, например, думала, что, скорее всего, это господь так сделал. Скорее всего, господь так допустил. Знаете, потому что и по Писанию я вижу, что он очень много допускал трудностей в жизни людей. Но я вижу, что бог тоже как бы меняется. Знаете, я увидела, я начала размышлять. Начала размышлять. Почему он допустил, чтобы Адам и Ева согрешили? Почему он допустил, например, потоп? Почему он допустил в жизни там и он, и он там, а мы видим, в очреве кита, кита был три дня. Почему он допустил Иосифа такие, скажем, молодой парень, его изгнали, его же братья, не захотели его, продали, все тихаря сделали, он просидел в тюрьме. И не только, знаете, если вы, кто читает Библию, вы увидите, что у всех была трудная судьба. Знаете, у Давида, у одного царя Давида, если посмотрите, он самого вот этого, самого своего юношеского года постоянно был в каких-то трудностях, бегах, его постоянно кто-то преследовал. Понимаете? Ему завидовали, его даже братья уничижали. Вот представьте, почему Бог это допускает в жизни людей, которым он говорит, я нашел Давида по сердцу своему, он исполнит все мои желания. Я не знаю. Нету ответов. Почему в моей жизни, если ты посможешь на свою жизнь, многие даже скажут, доуверование я, там, может быть, была наркоманкою, может быть, алкоголичкою, доуверование я была женщиной, там, может быть, которая имела моральную жизнь, может быть, ты, там, меняла мужчин, как говорится, перчатки, возможно, ты, мужчина, скажешь, а я доуверования вором был, там, или еще что-то, ну, что бы ни было, самые такие крайние, или, может быть, убивал каких-то, убил людей, или кого-то убил, не знаю. Но почему это в твоей жизни произошло, у меня нету ответов. Знаете, у меня нету ответов. Почему Бог так допустил? И вот пришло время, и ты покаялся. Вот пришло время, и Он постучал в твое сердце. Постучал, ты покаялся, и сейчас не хочешь жить старой жизнью. Я верю, что Господь, когда мы придем на небо, Он искренне нам все ответит. Потому что по Библии я вижу, люди старались жить хорошо. Даже сам апостол Павел, вы посмотрите, какая у него была трудная судьба. А он, видим, что старался. Но мы видим, что он хорошо получал. Знаете, получал от Бога, очень строго получал. Почему так Бог делает, я не знаю. Даже с Иисусом там написано, страдание – навык послушаний. Почему человек так противится Господу, Богу, я тоже не могу объяснить. Это может только объяснить сам Господь. Понимаете? Потому что я могу и так подумать, а оно может быть неверно. Я могу и вот так подумать, и тоже может быть неверно. Поэтому я от Бога вам говорю – не унывай. Это говорю тем, особенно, которые люди начинают рассматривать свою жизнь и говорить, а почему Бог так допустил в моей жизни, почему у меня умер ребенок, что этот маленький ребенок сделал Богу, что он умер, а почему у меня там заболел ребенок, может быть он стал инвалид или еще что-то. Знаете, у нас вот реально ответов нет. Можно, знаете, начинать Господа Бога защищать. И некоторые стараются Бога защитить. Говорить, что это ты такая грешила, и так с тобой произошло. Но мы видим, что Иов, оказывается, не грешил. И с ним это произошло. Мы видим, что Иов не грешил. Он, наоборот, был праведный. Бог его назвал праведный. Мы видим, что он каялся, приносил жертвы за себя, за свою семью. Но Бог допустил эти страдания в его жизни. Почему он допустил? Чтобы показать сатане, что Иов реально праведный человек. Это был выбор самого Бога. Он, видно, так понимал. Знаете, если ты будешь думать, видно, он так понимал в то время. Знаете, я тоже увидела, что у Бога мысли реально меняются. Реально меняются. Он Господь наш, он, смотря на людей, увидел. И сам пожалел, что сотворил человека. Знаете, он пожалел, что сотворил человека. Значит, вы видите, мысли его поменялись. Дальше что мы видим? Дальше он другой план выдвиг. Это Новый Завет. Другой план. Теперь мы спасены по благодати. Понимаете? В то время, в Ветхом Завете, именно к народу израильскому Господь обратился к ним. Этот народ он выбрал. И мы видим, что он их очень хорошо даже наказывал. Даже сильно наказывал. И давал им законы, которые реально неисполнимы. Апостол Павел об этом сказал, что мы не могли, наши отцы, никто не мог исполнить эти законы. Но Бог уничтожил тот Завет. Как уничтожил? Он больше не принимает ваши вот эти потуги, когда мы стараемся как-то Богу угодить делами. Знаете? На самом деле мы не Богу угождаем этими делами. Мы, может быть, хвастаемся, показываем перед другими, что мы такие хорошие. Ты, может быть, тут вот где-то добрые дела делаешь, а они неискренные. Но Бог сегодня нас спасает по милости Его, по благодати, по любви Его. У человека нет ответа. Если ты будешь искать, ну почему это в моей жизни произошло, Господь? Я христианка, ну почему у меня умер муж? Я христианка, почему у меня сын умер? Я христианка, или ты христианин? Почему жена меня бросила, ушла? Нет ответов сейчас для тебя. Я вроде бы так молилась, вроде бы. Но почему? Мы же живем сейчас в благодати. Да, Иисус сказал, в мире будете иметь скорбь. Он давно это предупредил. В мире будете иметь скорбь. Он это сказал. Мужайтесь, я победил мир. Значит, куда ни денься, ты будешь иметь какие-то трудности. Скорбь, в понятие скорбь входит все, что тебе не нравится. Это может быть смерть, это может быть какая-то беда, это может быть то, что тебе некомфортно, то, что тебе гневает, злит. Это может быть болезни. Знаете, все туда входит. Всякий вид зла. Он сказал, будете иметь. Потому что мы сами живем в этом проклятом мире. Этот мир проклятый. Понимаете? Мир проклятый. Мы живем с людьми. Нас он отсюда не забрал. Мы живем с людьми, которые могут тебе доставлять много проблем. Да, ты же от них не можешь никуда деться. Но Господь говорит, надо все побеждать зло добром. И я вижу, что Бог сам меняется в его мышлении. Знаете, я увидела это, что Бог сам меняется. Это было видно четко из сотворения Адама и Евы. Это было видно четко, как он менялся. Мы видели, что люди развратились, они, падшие ангелы, стали вступать, скажем, не в брак, но брали себе женщин, рождались исполины от этих женщин. И просто был полнейший разврат на земле в то время. В общем, полнейшая беда и горе. И Бог просто взял и уничтожил тот мир. Спас только, мы видим, праведного Ноя с его семьей. Бог, мы видим, пожалел, что сотворил человека. Но все-таки у него осталась надежда. Он взял Ноя, его семью и высвободил их в новую жизнь. Спасибо тебе, Господь. За все это время я бы не сказала, что что-то так сильно изменилось, кроме исполинов. Мы их сейчас не видим. За все время мы видим, что злые духи здесь находятся. Но сейчас изменилось то, что Иисус пришел. Сегодня у тебя есть надежда во Христе Иисусе. И Бог, Он приготовил для нас лучшее. Он приготовил для нас новый завет. Теперь этот завет скреплен на крови Иисуса Христа. Ветхий завет был скреплен на крови вот этих животных. И мы видели, что священники, первосвященник и священники должны каждый год были приносить жертву. Резали этих овечек, агнецев за грехи. А сейчас себе уже не надо. Сейчас Иисус один раз умер на кресте, чтобы забрать наши грехи. Он, мы видим, как Бог поменялся, его мышление. Он увидел это и думает, я простеру к ним руку. Я благоволю. Это даже хорошо написано в Исаии. Там в Исаии он сказал, что я вселюсь в них. Напишу законы теперь свои. Не в книге он их напишет. Раньше они Тору читали. А он говорит, я в сердце их напишу. А мы сейчас даже посмотрим, сейчас найдем. Это где-то в Исаии, по-моему, в конце. Где-то, слава тебе, Господь. Аллилуйя. В общем, сейчас я не буду искать. Написано, что он говорит, вселюсь в них. Если кто-то там быстро может найти, поищите. И в законы, в сердце его, в наше сердце он напишет. И буду их Богом, и они будут моими детьми. Представляете? Вот какой новый завет Бог в то время Исаии сказал. Что будет вот этот новый завет, когда сам Бог войдет в нашу жизнь, в нас, обрежет наше сердце и напишет его законы в нашем сердце. И сам в нас вселится и будет в нас. Сегодня в нас живет наш Господь. Иисус Христос в нас живет. Слава тебе, Господь. Да, мы, может быть, его не ощущаем, не знаем, но он живет Духом Святым. Он в нас находится, написано. Духом Святым он сейчас везде наш Отец Небесный. Он есть сам Дух. Знаете? И я рассматривала вот так Библию, я увидела, как мышление Бога тоже поменялось. Слава Богу. В плюс детям Божим. В плюс. Большой плюс. И мы видим, что все вот эти временные страдания, их называют временные страдания. И если написано, что страдания – навык послушанию, значит, тут есть и доля правды. Мы должны в это верить. Знаете, не то, что доля правды. Да, есть эта часть правды. Часть. И другая правда – то, что мы живем в мире греха. Ты даже можешь быть очень хорошей, но в твоей семье есть очень плохой, например, твой муж, который постоянно тебе там, может быть, пилит. Может быть, тебе пилит, как, ну, ему ругается, ругается. И человек реально, он не может терпеть постоянно вот эти ругань. Понимаете? Он не может. Ему плохо становится. Это потому, что мы живем здесь. А поэтому Иисус сказал, в мире будете иметь скорбь. Вот и вторая половина, как говорится, медалей. В мире будете иметь скорбь. Домашние написано – враги. Видите? Так что, дорогие, нужно запастись от Бога терпением. И мы видим план Бога. Он это все видел. Он видел, когда он сотворил это все, он все это видел и знал. Он сам посадил в Эдемском саду, некоторые говорят, откуда вас зло? А зло от Бога. Знаете? Зло от самого Бога. Посмотрите, кто посадил в Эдемском саду дерево, познание добра и зла. Бог. Да, это его был план такой. Мы познали, что такое дерево добра и зла. Но сейчас еще нужно дерево жизни. Мы приходим сегодня к дереву жизни, который является Иисус Христос. чтобы получить от Него жизнь. И ты сегодня можешь приходить в твоих трудностях и проблемах к древу жизни, к Иисусу Христу, к Отцу Небесному. И просить помощи. Почему Бог тогда пустил? Знаете, там вообще в Библии написано, а ты кто такое творение, будешь, значит, Богу говорить, что там так сделал. Сейчас я вам говорю своими словами. Ты кто такое творение, чтобы типа управлять Богом? Вот он так захотел. Это его был план. Он так захотел. Но я вижу, как Бог меняется. Кто вот углубляется в чтение, кто размышляет, вы увидите, что Бог реально менялся. Его мышление реально менялось. Он увидел, что он что сотворил, ему это не понравилось. И он уничтожил тот мир. Оставил одного праведника, но его семью. И когда они жили, он опять увидел, что все равно идет что-то не то. Все равно бесы здесь, на земле. И у него дальше план, который он еще заранее придумал. Это видно даже из Эдемского сада, когда он сказал, что о семени, о семени Евы. А это Иисус Христос. Через человека же Иисус тоже появился. Что она будет поражать сатану. Это мы все, христиане. Слава тебе, Господь. Но это благая весть. Оттуда еще было сказано. Он уже оттуда приготовил для нас благую весть. Слава тебе. Знаете, я вам сейчас не буду, я сейчас вам говорю своими словами от Духа Святого. Вы это в Писании все можете прочитать. Тогда еще пророческий Бог возвещал, что через все вот эти трудности, которые он проклял, и Адама, и Еву, вы можете посмотреть, и землю проклял Бог. Он все равно дал надежду, что все равно победит добро, а не зло. И он пророчески говорил, что мы будем побеждать. Кто? Иисус Христос победил, а мы в нем победители. И он победил сатану. Слава тебе, Господь. Опять-таки, хочу сказать, это планы Бога. Знаете, и мы как творение не можем сказать, Господь, а что ты так сделал, а? Ну, что ты вот это зло придумал, а что ты придумал добро, а что ты придумал то ли вот то. Вот он хотел и так придумал. Знаете, Бог, этот Творец, Он сказал, мои мысли не ваши мысли, мои пути не ваши пути. Вот как он захотел, так придумал, вот так принимай. И я вижу, что Бог очень поступал даже жестоко, жестоко с народом израильским, которые вообще ничего не понимали. Но потом, видимо, Он сожалел, миловал их и прощал. Понимаете, Он сожалел, миловал и прощал. Спасибо тебе, Господь, за это. Спасибо тебе, Господь. Я вижу, как сам Бог, знаете, Он как бы исправляет ситуацию, Он сам даже исправляется. Видно, что Он сотворил Адама и Еву, потом пожалел, что их сотворил. И думает, да, я исправлюсь. Спасибо, Господу. Я просто начала это от самого Отца это видеть. Он мне это начал показывать, что Он начал исправляться. Не хотел больше зла. Аминь, Он мне говорит. Не хотел больше зла. И дал людям. Сейчас мы живем, слава Богу, вообще в последние времена. Если ты даже какие-то трудности проходишь, они реально страдания, навык послушанию. Реально сто процентов. Знаете, сейчас Господь, Он не хочет, чтобы ты там страдала, чтобы ты болела, чтобы ты там жила в каких-то трудностях. Сегодня есть у тебя Господь, ты можешь приходить к Нему и просить у Него помощи, защиты, потому что у тебя есть сам Бог внутри тебя. Он тебе поможет. В то время не было такого. Мы видим, что в то время люди не общались так с Господом. Знаете? И поэтому так допускал Бог. Он это увидел, что люди почему так жестоко поступают. Потому что их не сердца такие. Они, знаете, сердца непонятные. Они не понимали. Иисус Сам же сказал Отцу Небесному. Прости их, Отец. Они не ведают, что делают. И реально люди не понимают. Но это Бог так захотел. Бог так допустил. Он же учит, когда у тебя трудности, взови ко мне. Я тебе отвечу, и ты что сделаешь? Прославишь меня. Так Он думает. И мы должны благодарить за это. Мы не можем мозг Бога поменять по-другому. Как там написано, а ты кто там, типа творение? Ты что, будешь спорить с Богом? Мы не будем спорить с Богом. Он так хотел, Он так и сделал. И мы видим, что Бог исправляет ситуацию. Если Он допустил зло в жизни людей, Он допустил. Он посадил дерево добра и зла. И Он допустил, чтобы это было. Чтобы пришел Иисус Христос, который Его прославит. У Него был такой план. Знаете? Они просто там Ева и Адам согрешили. Они не могли по-другому поступить. Потому что это был план Бога. Для явления Иисуса Христа, для искупительной жертвы Он так хотел. Спасибо Господу. Он так хотел, что мы как творение, что должны делать? Благодарить за все сказано. Благодари. Вот сейчас мы читали, чтобы этого не было. Скорби или еще что-то там, страдания. За все, благодари Господа, никто нас не отлучит от любви Божьей. Он нас любит. И мы сегодня еще почитаем 1 Коринфянам 13 глава о любви. Мы увидим, что любить это не просто там, ну, ты моя сладкая. А если я тебе плохо отвечу, ты меня уже вышвыриваешь. Не хочешь со мной общаться. Но это не настоящая любовь. Настоящая любовь не делать зла своему ближнему, другому человеку. Понимаете? Вот это и есть настоящая любовь. Поэтому ты не должен на Бога обижаться. Если ты имел обиду на Бога, знаете, я вам просто советую Бога простить. Простите Его. Вы понимаете, что у нас нет другого выхода. Вот он говорит, аминь. У нас нет другого выхода. Это Его были планы. Он так захотел. Он так захотел. Он посадил это дерево добра и зла. А куда Господь смотрел, что Он не мог помочь Еве не согрешить? Да, мог помочь 100%. Но у Его был план другой. Понимаете? Он был план другой. Чтобы в Иисусе Христе, как в Адаме мы все согрешили, написано. А чтобы в Иисусе Христе мы все были спасены. Потому что там в Адаме 3 главе написано. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Что хотел Бог этим показать? Он хотел, чтобы так показать свою любовь. Что Он нас любит. Да. Поэтому Он там и в Писании. Взови тебе, покажу тебя великое, недоступное. Поэтому я вот читаю в Писаниях, где Он говорил, что Он сам накажет и сам положит пластырь. И это и говорили народ израильский. Что ты нас наказываешь, но и сам же исцеляешь. Принимайте Бога такой, какой Он есть. Он мне говорит, аминь. Прими Бога такой, какой Он есть. И мы должны понимать, что в нас также есть натура Бога. Мы видим, что Бог гневается, и мы гневаемся. Мы видим, что Бог кого-то не любит, реально не любит. И мы видим, что Он сатану не любит. И не просто некоторых, а даже людей, которые не наследуют Царство Небесное, значит Бог их тоже не любит. А любит нас, который избрал для вечной жизни. И чтобы вы не обольщались. Знаете, потому что мы видим, что Иисус, когда придёт, Он поставит овец и козлов. Значит, есть и люди, которые Бог не любит. Поэтому они не были, их имена не были написаны в книге жизни от создания мира. А ты должен благодарить, что Бог тебя любит. И ты здесь сидишь и слушаешь. Ты должен благодарить, а не роптать. Знаете, Он меня вот так смирил, показав, что Он выбрал такой путь зла. Что в нём тоже есть зло. И в нём есть добро. Но Он выбирает добро. Потому что всё это Он делал. Он всё это допускал. Знаете, Он всё допускал. Это Его избрание. Он так захотел. Мы Его сейчас поменяем. Мы не можем менять Бога. А ты кто такое творение? Будешь говорить Господу, а почему ты так делаешь? Сделай вот так, как я хочу. Нет. А не просто, знаете, Он не мог Адаму и Еве помочь. Он бы Бог спокойно уже всё это видел. На глазах Его это всё происходило. И некоторые думают, что Бог даёт свободную волю человека. Это большая ложь. Большая ложь. Это видно из Писания. Бог не даёт человеку свободную волю. Не даёт. Мы призваны от создания мира быть с Ним. Ты никуда не денешься, будешь всегда с Ним. Ты не убежишь. И Он, а видели, бежал, бежал. И всё равно сделал, как хотел Господь. Слава тебе, Господь. Аминь. Представляете, наш Бог чудный. Поэтому перестань сегодня злиться на Бога и роптать на Него. О чём моей жизни вот так ты, Господь, сделал? Я вроде бы постилась, а молилась, от небеды приходят и ропчешь. А вот Бог так захотел. Скажи спасибо, Господь, как Иов сказал. Да будет имя Твоё благословенно. Аминь. И часто мы видим, что человек делает добро, бывает, получает зло. Даже об этом в Библии написано, что Бог такой допускает, что если ты делаешь добро, может тебе прийти и ответ зло. И мы видим с нашей жизни, мы можем за Иисуса говорить людям, знаете, переживать за них, предлагать им путь спасения, а они нас посылают подальше. И ещё и матеряться. Понимаете? Поэтому не обращайте внимания на всё это. «Радуйся, что ты Богом любимая, что ты не встанешь врага». Я вижу, как Бог меняется. Его слово не меняется написано, слово его не меняется. Оно было написано, оно не изменяется. Но его мышление меняется. Его мышление, ты видишь, как оно было поменено. Законы его установлены. Но его мышление, я вижу, как оно менялось. Как менялось отношение к людям. И это чудесно, что он дал нам новый завет, помиловал нас. Сами мы, я не могу сказать, знаете, я сейчас не могу всё сказать, что теперь все мы, это благодаря Господу, что мы все злое делаем. Нет. Сами мы, он нам дал Дух Святой, мы можем к нему приходить, обращаться и говорить, помоги нам не грешить. Помоги нам. Иисус дал такую молитву ученикам, очи наш. Они его спрашивали, как молиться. Иисус там, знаете, такие слова к Богу, представляете, такие слова. Он говорит, не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. А значит, Бог может нас вводить в искушение? Да, может, может, мы видим, были с Иовом такие дела, которые Бог сам позволил сатане прийти, Иова так вот побить, как говорится, полезнями. Мы видим из жизни апостола Павла, из жизни апостолов, Бог допускает. Допускает эти какие-то страдания, чтобы мы тоже очнулись. И многим он допускает реально для исправления, знаете, реально для исправления. Если я сейчас посмотрю на свою жизнь, какая я была, скажем, 15 лет назад, и сейчас, это две большие разницы, сейчас я намного лучше. И ты, если уже давно во Христе, ты можешь посмотреть, вот, когда я покаялась, там, то отвечала, то, а сейчас, возможно, ты уже, может быть, 10 лет во Христе, и ты видишь, что ты реально поменялась. Ты же не сама это сделал, Он тебя поменял. Спасибо тебе, Господь. И мы видим, что Бог выбрал добро, выбрал любовь, что добро победило зло. Спасибо тебе, Господь, за это. Это его планы были, знаете, это всё планы. Потому что, когда ты думаешь, что это там сатана всё сделал, нет, вы так автоматически сатану возвышаете. Сатана без воли Бога вообще ничего не может делать, чтобы вы знали. Я видела во сне, мне один раз Господь показал, как сатана, он, знаете, как это, как вот собачонка. Он забежал, побежал, ещё я слышала, как он говорит, побегу к боссу. Он как собачонка. А Иисус был очень великий. И сатана, как собачонка, пошёл, сделал, что захотел Иисус. Вот какой наш крутой Господь. Поэтому, дети Божии, любите Бога, почитай. Хватит, что со мной так делала, почему у меня нету то, почему у меня мужа нету, почему... Вот он так захотел. Главное, что он тебя любит. Знаете, любовь некоторые соизмеряют. Я сама соизмеряла любовь всякими подарками. Если у меня есть хороший дом, хорошая машина, значит, Бог меня любит больше. А если у той нету ничего, значит, он её любит меньше. Возможно, это и так. Я же не сижу в сердце Бога. Да, не сижу. Но факт то, что он достучался до моего сердца, спас и меня, значит, он меня тоже всё равно любит. Понимаете? Чтобы вы не завидовали. И мы видим даже из Писания, у Бога реально есть любимчики. Да, есть любимчики. Это был, даже видно из апостола Иоанна, что он был любимчик у Иисуса Христа. Понимаете? Он был любимчик. Он прожил много лет. Он прожил много лет. И Бог ему такую книгу показал, написал апокалипси. Это не для всех такое было. Получается, он Иоанна реально больше всех любил. Спасибо Господу за это. Поэтому, Господь, помоги. Помоги, Господь, чтобы ты нас любил сильно. Сделай нас такими сосудами, кого ты будешь тоже сильно любить. Это я из Писания увидела. Я увидела, что Бог любит одних очень сильно, а других просто любит. И бывает, кому очень сильно любит, им ещё тоже достаётся. Да, они могут испытания даже трудные проходить. Такое тоже Он делает. Иисус же сам сказал, Иисус сам трудные испытания прошёл. Он тоже сказал, Отец, да будет твоя воля, если можно, чтобы эта чаша прошла мимо Меня. Но Он сказал, да будет твоя воля. Иисус тоже прошёл трудные испытания. Он его любит, написано. У него тоже ничего не было, у Иисуса, знаете. У него лично ничего не было вообще, у Иисуса. Он жил в доме родителей, а у самого ничего, ни семьи, вот своей лично ничего не было. Но написано, что он его возлюбил сильно. Спасибо Господу. Будем довольны то, что у нас есть. Знаете, не обижайся на Господа. Не обижайся. Если Он допустил что-то в твоей жизни, Он исправит это. Исправит обязательно. Если ты видишь, что-то тебе Бог показывает, что-то надо оставить, оставь, молись Господь. Помоги мне не грешить. Помоги мне. Убери меня от того или вот этого соблазна, искушения. Он тебе поможет. Не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Аминь. Не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Не ропщи. Ты понял, дорогой друг? Если ты читаешь Библию, ты увидишь, как Бог меняется. Увидишь. Это все его планы. Мы видим, что Бог и гневается, и злился на народ израильский, потом их миловал, прощал. Ты сам, как мать или отец, у тебя тоже приходят волны гнева. Ты тоже, если недовольна ребенком, начинаешь, может быть, его ругать. И ты тоже, может быть, недовольна мужем. Тоже можешь что-то сказать или муж. Но потом что ты делаешь? Потом ты прощаешь и милаешь. Вот Бог точно так же. Точно так же. Вот сколько я начала общаться с Богом, я вижу, он точно, даже человек похожий на него. У человека даже вот эта характеристика вот этого, что Бог и гневается, и прощает, и милует. Как мы можем погневаться на своего сына или дочь, если он там что-то сделал, и мы потом его прощаем и милуем, Бог так же делает. Он тоже видит на нас, ему что-то не нравится, он гневается, а потом прощает. Спасибо, что он нас прощает. У нас такой Бог. Мы живем на планете Земля. Наш Бог есть любовь. И сейчас мы увидим, что такое любовь. Любовь, это, еще раз я вам говорю, это не просто там тебя поцелую, обниму, головку поглажу. Любовь делает даже больно. Да, как же. Любовь делает больно. Мы видим, что Иисус умер на кресте. Ему было больно. Любовь вообще это жертва. А жертва, она не бывает неболезненная. Она болезненная. Поэтому ты что делаешь? Прощаешь своего мужа и дальше живешь. Тебе больно, но ты прощаешь, потому что ты любишь и живешь дальше. Мы видим, что любовь – жертва, а не просто там тебе по головке погладили, и все. Это сейчас в этом мире зла так. На небе уже так не будет, дети Божьи. Слава тебе, Господь. На небе будут дети Божьи совершенные. И Бог больше не допустит туда зла. Он не хочет больше зло. Мы приходим к древу жизни, к Иисусу Христу, и Он нам дает сейчас новую жизнь. Понимаете? Мы уже не хотим грешить. Мы не хотим делать зло. Но даже если где-то что-то ты не то сделал, ты каешься, говоришь, прости меня, отец. Я вижу, что отец другой у нас. Я вижу, Он нас милует, больше милует, знаете, чем мы заслуживаем. Да, мы уже бы, наверное, все бы заслужили бы ад, но Он не хочет этого. Он нас милует и прощает. И не обижайся на Господа, почему у меня так в жизни было, почему я была алкоголичка или наркоманка, почему у меня детей нет, почему мой муж алкоголик или наркоман, почему у меня ребенок умер, или там мама умерла, папа умер, или что-то я лишилась, какого-то наследства. это Бог допустил в твоей жизни, как вот у Иова мы видим, Он допустил. И не только у Иова, знаете, вы посмотрите, Давид, у него вся жизнь страдальческая была. Все, вот я просто вот так вот, кого помнила, я рассматривала, они все проходили свои трудности, свои трудности, свои страдания. Мы живем на земле, она проклятая, дети Божьи. И мы видим, мы знаем, что Бог уберет, Он обещал, что будет новая земля, новое небо. Все вот это, что мы сейчас видим, все будет уничтожено. Слава тебе, Господь. Но мы видим, что Божий план к добру. Божий план к добру. Победит добро. Он учит нас, не воздавай за злом, злом. Воздавай за зло, добро. И мы сейчас прочитаем, это хорошее местоописание. Вы поняли, дорогие, что все допускает в этом мире Бог, чтобы сатане не давать славу. Знаете, а то думают, что там сатана победил. Сатана все, без воли Бога ничего никто не может делать. Все написано им, от него и к нему. У Бога все под контролем. Не бойся сатану. Тебе сатану не надо бояться. Знаете, вот вам лучше говорить, бойся Бога. Бойся Бога, это значит, почитай Его. Почитай лучше Бога, и ничего с тобой не будет. Не приключится тебе зло. Аллилуйя, Господь. Прочитаем 1 Коринфянам 13 глава. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я имею звенящий и кимвол звучащий. Знаете, мы вот сами любви не имеем. Любовь дает Бог. Он изливает, написано, Духом Святым, излил уже любовь в сердце наше. В нашем сердце живет Иисус Христос. Она уже есть, это любовь. У Бога уже не надо просить любовь, Он тебе ее уже дал. Она у тебя есть. Ее нужно просто начать раздавать. Раздавать любовь, это значит, если тебя обидели, прости его. Если тебя позлословили, ты не злословь. Вот ты уже раздаешь любовь. Если кто-то там сплетничает, ты удались от этого. Сделай кому-то добро, начиная с своим домашним. Они тебе злом, ты им добром отвечай. Вот это любовь. Понимаете? Не воздавать за злом, а добром. За ругательство не надо воздавать ругательство. Если я имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание, всю веру так, что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Представляете? Но мы имеем любовь. Повтори сейчас. У меня есть любовь. Это Бог, Отец Небесный, живущий во мне. Это вера. Ты сейчас говоришь верою. Некоторые просят, дай мне Господь любви. Не надо уже просить любовь. Когда ты покаялся, уже сам Бог вошел в твое сердце, а Он и есть эта любовь. Теперь тебе нужно высвобождать с Его помощью эту любовь. Тебе будут приходить мысли. Пришел муж, ругается, ругается, и ты начнешь... Потом раз тебе мысли внутри. Зачем ты ругаешься? Уйди. Зачем ты ругаешься? Они тебе могут и сразу прийти. Зачем ты так делаешь? Послушай, уйди. Покайся, скажи, Господь обязательно придет искушение. Обязательно, если уже не муж накричит, но кто-то другой. Помоги мне, Господь, когда в следующий раз придет какое-то искушение, помоги мне не воздать за ругательством ругательством. Он тебе поможет, увидишь. Даже это будет, даже десятый раз. Не сдавайся. Даже если сто раз придут, будут ругаться, и ты оспоткнулась. Не сдавайся. Приходи, говори, я хочу победить Иисус. Мои уста присоедини к сердцу твоему, Отец Небесный, чтобы я не воздавала за зло злом, за ругательство ругательством. Ты увидишь чудо. Когда в следующий раз, может быть, это будет двухсотый первый, уже будет твой муж орать, а ты будешь молча молиться и его благословлять. Не сдавайся. Некоторые думают, я уже молюсь, прошу, и все равно я согрешаю. Не сдавайся, он тебя учит. Мы видим, что дети тоже сразу не начинают ходить. Дети сразу не говорят. Школьники идут в школу, надо 10 лет учиться. Он не может с первого класса очутиться в десятом. Поэтому ты тоже не сдавайся. Это есть твое общение с Богом. Понимаете, у тебя уже есть эта любовь. Начинай ее высвобождать. Начинай ее высвобождать. Прежде чем сегодня муж мой придет, давай я что-то изменю. Отец, помоги мне убраться, помоги мне приготовить обед, помоги, чтобы муж не увидел меня целый день с вот этим телефоном. И начинают, многие женщины из-за этого страдают. Они все еще увлечены интернетом. И муж приходит и видит тебя постоянно в интернете. И он начинает раздражаться. А у тебя что не нравится в муже, не мужу говори, а Иисусу в твоей личной молитве. Отцу Небесному говори. Пока твой муж еще не пришел, если он у тебя проблемный, иди, связывай сатану, гони из мужа, из твоей семьи, во имя Иисуса, призывая кровь Иисуса Христа, на тебя, на твоего мужа, на детей, посмотришь, как в твоем доме будет райский уголок. Это стопроцентное да и аминь из моего личного христианского опыта. Применяй это. Понимаете? И не сдавайся. Не сдавайтесь, дети Божии. Бог вам поможет не сдаваться. Он поможет вам победить. Поможет победить. Приходи, говори, Господь, помоги мне победить. Или какую-то похоть, или какой-то грех, или что-то ты там, может быть, не то делаешь. Помоги мне это победить. Если ты в следующий раз опять проиграла, не сдавайся, вставай заново в пролом. Помоги мне, Отец, это победить. И увидишь, ты увидишь себя, через даже год увидишь себя другой. Увидишь свою семью. Все претензии твои не к мужу предъявляй, а к Иисусу Христу. Пригоди, говори. А даже можно прийти ему честно, говорить, Господь, что ты мне дал такого мужа? Можно так сказать? Я недовольна им. Я понимаю, что я тоже несовершенная. Но помоги мне его принять. Таким, как он есть. Понимаете? Помоги мне его принять. Я ошиблась, возможно. Не слушала вообще, писания не читала. Не кори себя. Помоги, Господь, мне принять мужа такой, какой он есть. Вот здесь мы видим, да, любовь. Она жертва, жертвует. Жертва, жертвует. Мы и так можем победить. Когда проявляем любовь, когда прощаем. Любовь написана, это я давно увидела от Бога. Вот это слово вы должны запомнить. Здесь написано, любовь, и второе слово прочитай. Долго терпит. Открылись у вас глаза? А я не думала, что любовь надо долго терпеть. Я думала, если вот я люблю своего мужа, и он меня любит, и у нас вот это, ой, какой мой хороший, какой мой ласковый, какой нежный. Значит, тогда мой муж меня любит. А здесь написано, долго терпит. Значит, муж будет плохой, плохие, у него будут характеры, характер будет плохой, у тебя может быть плохое. Что ты должна сделать? Его долго, долго терпеть. Потому что ты по-настоящему любишь. А кто по-настоящему не любит, он, знаете, что делает? Убегает от такого мужа. Находит, думает, найдет себе лучше мужа. Это ошибки. А настоящий, кто любит, кто... Это сейчас я вам просто для пример мужа привожу. Это может быть и жена, может быть, твои родители, которые тебе уже надоели. Ты недолго, ты их не любишь. Если их видеть уже не хочешь. А здесь написано, вот это слово, любовь, что делает? Долго терпит. Я терплю, он мне уже надоел. Надоел его характер. Я его терплю, значит, я проявляю любовь. Терплю, прощаю. Значит, ты любишь. Раз ты его терпишь, его характер терпишь, или там, может быть, ее, и прощаешь. И дальше милосердствует. Вот это прощение. Ты его милуешь. Вот что настоящая любовь, а не просто я тебя люблю, люблю. Ты сейчас он любишь, а потом как он тебе что-то не ответит взаимностью, и ты все, не хочу, развод, ты мне не нужен. Это не любовь, это эгоизм. И дальше мы читаем, любовь милосердствует. Милосердствует, значит, что? Я его помилую, прощу его. Милость окажу ему. Прощу, потому что я люблю его. Я хочу быть дальше с этим человеком. Да, а ты христианка, знай, что у нас есть Отец Небесный, который может тебе помочь победить все. Я не буду переделывать моего мужа сама. Я приду к Богу, пусть он его переделает. И заодно и меня переделает. И мы знаем, что мы вот часто, вообще человек очень эгостичный. И знаете, по жизни и своей я это помню, по жизни каждого, если ты заглянешь, ты увидишь, что ты можешь о себе думать лучше, чем ты думаешь за своего мужа, особенно, если у тебя муж проблематичный. Ты можешь говорить, да я вроде бы лучше, я не скандалюсь, я не пью, не курю, а он это все делает. Значит, Господь, ты его меняй. Что ты мне дал, Господь, такого мужа, ты ему меняй. Знаете, Бог принимает вот такие ваши честные, откровенные молитвы. Лучше честно ему сказать. И загляни честно в свое сердце, ну я же его тоже хотела. Я же его тоже хотела. А не просто Бог мне дал такого мужа. Я тоже его хотела. Мне он тоже понравился. Тогда он тебе понравился. А что произошло? Потому что твой муж начал делать не как ты хочешь, а как он хочет. Понимаете, сейчас у женщин так происходит. ты хочешь все, как ты хочешь. А так бывает, обязательно будет, если ты придешь, не к мужу будешь требовать, а к Богу приходить. И говорит, Господь, ты дай мне финансы, ты исправь то, ты дай вот то, вот то. И он это сделает. Ты пришла к правильному источнику. А когда ты приходишь к человеку, это трость, которая может надломаться и тебя ужалить, уколоть. Трость. Человек это трость. Если ты опираешься сегодня на мужа, от него требуешь, ты ошибки делаешь. Он тебе ничего дать не может. Приходи к правильному источнику, к Богу, и он тебе поможет. Господь, я своего мужа ненавижу. Если ты сейчас ненавидишь мужа своего, значит у тебя проблемы, у тебя боль в сердце, боль и непрощение. Просто приди, скажи, Господь, я прощаю себя, прощаю своего мужа и отпускай эту обиду, исцели мое сердце. И теперь, отец, поменяй и меня, чтобы, когда он придет, ругается, а я ему не отвечала за ругательством, ругательством, а я молчала. Чтобы больше я не принимала решения в доме, чтобы он принимал, сделает ошибки, пусть сделает. А у тебя есть Бог, ты к нему приди, Господь, помоги, чтобы мой муж не делал ошибки, какие-то роковые. Знаете, может быть, захочет кредит взять, а ты против, а он пошел взял, и ты давай скандалиться. Лучше приди, скажи Отцу Небесному, помоги, чтобы он больше не был слугой сатаны. Вот отношения твои с Господом. А ты скажешь, а что Бог не видит, не слышит, все видит и слышит. Но он хочет общения. Он хочет, чтобы ты его потом прославила. Да. Да. Он хочет отношения с своими детьми, заодно ты тоже меняешься. Мы видим, что в нас много, много плоти действует в нас, потому что мы живем в этом мире греха. Вот эта плоть, она не наследует Царства Небесного. Знаете, вот эта плоть, она не наследует. Этот внутренний наш характер, эгоистичный, он не пойдет на небо. Наш дух новый, он очень хороший, наш дух. Внутри он будет страдать, что ты там доорала, кричала. И внутри ты будешь потом чувствовать некомфорт, вину чувствовать. Поэтому приходи к Господу и скажи, начинай с меня, меня, меняй. Я не поступила по твоему слову, отец. Он орал, и я тоже начала орать. Помоги мне не орать, помоги мне победить. Понимаете? А женщина там написана, вообще должна молчать. Бог учит, чтобы жена молчала. Спасибо тебе, Господь. Помоги мне промолчать и победить. Он вам поможет. Вы видите, как любовь долго терпит. Оказывается, любовь это жертва. Оказывается, любовь должна терпеть. Терпеть. Терпишь родителей, если они у тебя там плохие. Терпишь мужа. Мы сегодня можем не терпеть, можно не терпеть. Если ты видишь там человек какой-то плохой, ты уйдешь от него. От семьи ты не можешь отреться. Там написано, кто не заботится о семье, хуже неверного. О семье ты не можешь. Сегодня одна семья, мой муж плохой. Раз, Фил, пойду себе другого найду. Дети будут страдать. Еще пятого, десятого, и что ты будешь калекой. И духовной, и физической потом станешь калекой. Понимаете? Бог там в Библии написано, где разрешает разводы. Только когда твой муж полностью посвящен какой-то другой женщине, гуляет с какой-то женщиной, тогда Бог разрешает разводы. А если твой муж дома, если твой муж приходит домой, семьянин, имеет свои какие-то другие проблемы, ты всегда можешь победить. И, знаете, это все индивидуально. Все индивидуально. Если ты даже любишь, можешь простить, и Бог может и твоего вот того мужа, который на сторону ходит, его тоже потрясти, вытрясти с него бесов, и он станет хороший муж. Аминь. Поэтому там написано, поступайте под удостоверение ума своего. Понимаете? Слава тебе, Господь! Слава тебе, Господь! Или муж, может быть, там тебя избивают реально с детьми. И часто, знаете, я хочу сказать, муж, если кого-то избивает, вы в этом причина. Вы открыли дверь сатане, потому что вы отвечаете плохо своему мужу. Перестань ему отвечать, и посмотришь, он тебя перестанет избивать. И даже словами он тебя избивает. Перестань ему отвечать. Помоги мне, Господь! У меня был такой момент, когда я просто переступила через эту гордыню. Я даже почувствовала, как она как будто бы в моем сердце лопнула. И мне было больно промолчать, но с Божьей помощью я промолчала и не сказала в ответ в обидное. И, естественно, я победила. Спасибо тебе, Господь, за это. Скандала не было. Слава тебе, Иисус! Видите, как любовь делает? Долго терпит. Если ты сегодня обижена на Бога, может быть, ты где-то с детдома, почему у меня родителей нет, прости Бога. Прости. Прости. У тебя есть сегодня отец Он. Ты можешь к нему приходить и наслаждаться им. Ты можешь ему изливать. Он твой отец родной. У тебя, может быть, матери нет. Ты приходи к нему. Понимаете? Приходи к нему. Это не повод отчаиваться. Приходи к Богу, с Ним делися. Хочешь кого-то поменять? Приходи к Богу. Не человеку меняй. Приходи к Богу, говори, Отец, начинай меня менять. Я хочу быть, как в Писании написано. Не воздавать за злом злом, за ругательство ругательством, прощать, миловать. Мы видим, она, оказывается, долго терпит. Представляете? Вот он тебе так уже надоел. Ты уже его видеть не хочешь, своего мужа. А что ты? А настоящая женщина, она его прощает, милует и дальше с ним живет. А которая не любит, она его бросает, убегает от него. Бросает, уходит от него. Знаете? Если, конечно, твой муж тебя бросил, уходит от тебя. Там написано тоже в Библии. Если неверующий не хочет с тобой жить, то, пожалуйста, двери открыты, может уходить. А если хочет, ты должна жить с ним. И только, опять-таки, если муж тебя изменяет, там ты имеешь право развестись. Но есть женщина, у кого есть дети, и муж хочет жить. И ты что должна? Ты должна стать в пролом, начать воевать, начать гнать из него бесов, призывать кровь Иисуса Христа на свою семью. За тебя это никто не будет делать. Иисус тебя поможет победить. Муж куда-то ушел, а ты давай во имя Иисуса. Связывай этого сатану, дух блуда. Пошел вон, дух нечистый. Пошел вон из моего мужа. Пошел вон от меня. Пошел вон из моих детей, если у тебя еще дети не верующие. Пошел прочь из моего дома. Призывай огонь Духа Святого. Кровь Иисуса Христа. Провозглашай обетование. Мой муж, я и дети будем научены Господом. И великий мир будет у нас в семье. Ни одно орудие, сделанное против меня, моего мужа и детей, не будет успешным. Провозглашай, это реально работает. А ты уже побежала, сдалась. Или думаете, побегу там к Марине, попрошу, чтобы Марина помолилась. Какой-то пастор, какой-то муж апостол. Ты должна воевать. Это твой муж, твоя семья. Воюй ты каждый день, каждый день. И устами провозглашай Божье Слово. На языках молися. Уже были такие Духа Святого учения нашего Господа. Отца Небесного. Слава тебе, Господь. И дальше мы прочитаем. Любовь дальше, да, милосердствует. Любовь не завидует. Мы видим, что зависть, это еще оттуда вознебо. Сатана завидовал Господу. Не знаю, откуда она к нему пришла. Возможно, Бог что-то знает. Возможно, Бог это допустил. Он говорит, аминь. Возможно, это Господь. Я уверена, что это Бог сделал. Это Его пути, Его планы. Поэтому мы должны вот это принимать. Просто так в сатане зависть появилась, я даже не знаю, как. Это Он знает. Но у нас есть сегодня любовь. Мы можем прийти, Ему сказать, убери из меня эту зависть. Я не хочу завидовать. Он уберет. Я не могу, знаете, читая всякие вот эти всякие, мы видим в Писании, разные пороки, откуда они в сатане появились. Вроде бы он был херувим, совершенный. Бог его сделал совершенного. И других сделал тоже совершенный. Почему Бог так допустил? Он так захотел, Бог. Если ты хорошо будешь читать и писать, то увидишь, что это Божья воля была такая. А мы должны радоваться, что нас Бог призвал добрыми сосудами, драгоценными. Аминь. Сегодня воля Бога для нас – любить, не завидовать, не гордиться, не бесчинствовать, не мыслить зла, не радоваться неправде, а сорадоваться истине. Вот что Бог сегодня хочет. Потому что если ты будешь вот так думать, я вот так думала, я от Бога это думала. Он меня научил это всему. Знаете? Да, это его было. Это от него было. Он так захотел тогда. Сейчас он этого не хочет. Мы видим это по Писанию. Сейчас он больше этого не хочет. Он сейчас не хочет больше вот этого. Ни с кем. Поэтому мы, читая Писание, видим, что в Откровении он показал Иоанну, какая сейчас там жизнь. Бог больше не хочет, чтобы вот эти сосуды гнева были на небе. А гнев от кого исходит? От самого Бога. Мы видим, что Бог гневается. Но Бог больше не хочет гневаться. На нас не хочет больше гневаться. Спасибо, что мы сосуды милосердия. Что он на нас больше не гневается. Спасибо, спасибо, спасибо. слава тебе господь этого чтобы вы раздумывали знаете что вы поняли что все написано и от него и к нему что вы увидели какой бог великий да все и от него и к нему все там написано все значит все все кружится и зло от него из шло и добру потому что он насадил в адемском саду дерево познания добра и зла ну слава богу что бог нас нас лично сделал сосудами добра сосудами милосердия драгоценные сосуды а там написано в доме божьем есть сосуды угодные в высокого употребления избранные есть сосуды низкого сосуды низкого это сатана и все вот эти его дружбаны спасибо господу что он сделал тебя меня сосудами милосердия драгоценными сосудами это было избрание бога бога мы не можем поменять аминь он мне говорит так его была воля и мы видим что теперь его воля он не хочет чтобы сосуды зла были на небе он их изгнал на землю до времени там написано до времени слава тебе чтобы увидели какой бог великий и мы не говорили а чё ты тогда сделал зло бог а ты кто такое творение будешь спорить с богом лучше он хочет то и делает радуйся что что ты в стане с богом в его семье они сатаную да он так захотел и мы видим что наша от бога участь и благая вещь что больше на небе не будет зла он не хочет больше зло аминь поэтому те сосуды которые он сотворил сосудами зла он не хочет их больше похоже добру он их сотворил никто другой вы знали что вы увидели все по воле бога живет и существует все им от него и к нему слава тебе господь а это его воля мы не можем бога поменять не можем ему даже там написано что ты не можешь по ходатайствовать чтобы он тебя помиловал милование от него зависит когда родился и сам иаков они еще даже не родились а написано бог иакова возлюбил а и сава возненавидел вот так он захотел правда же так он захотел вот представьте они еще не родились он уже сказал я кого он полюбил а исава возненавидел и что тут сделать так он захотел он знает да будет его воля во всем но я верю что бог тоже поменялся по описанию видно что он теперь не хочет чтобы зло торжествовало больше чтобы зло было на небе мы видим что он изгнал те сосуды которые были созданы для зла изгнал их сюда и потом мы их не учесть мы видим озеро огненное и а наша участь слава тебе отец быть с ним на небе славить и хвалить его бог победил зло своей любовью своим добром и это очень классно что бог он если вы так рассмотрите вы увидите как он поменялся господь вот новый завет в мы видим совсем другого бога милущего и любящего потому что он тоже смотрел и менялся это было видно еще свет светхого завета что он пожалел что сделал людей могут я не отчаивался потому что должен был еще иисус родиться он сделал как он захотел спасибо тебе господь радуйся что ты избранный сосуд для его добрых дел дальше любовь оказывается все покрывает что такое все покрывает прощает она прощает она не идет вот и мой муж такой сякой меня обидел мама ты знаешь мой муж такой плохой знаешь подружка моя какой у меня муж зверь это плохая жена она должна здесь написано все покрыть она не должна маме говорить не подружкам никого плохое о своем муже вот это называется все покрыть плохое своем друге друг тебе предал и ты побежала всем это говоришь не надо покрой это все покрывает написано дальше всему верит просто все услышала и верю всему верит то что бог учит потому что мы видим что это любовь он это из библии значит верю все что тут написано все надеется чего надеется я надеюсь что завтра ракета сюда не при не приплывет не прилетит все надеемся она не прилетит бог говорит она все надеемся что бог учит на него надеемся все надеемся что он учит что он придет мы надеемся на господа бога на его обетование надеемся и верим слава тебе господь Господь, спасибо тебе, Господь, всего надеется, всё переносит, всё переносит, она долго терпит, всё переносит, трудности переношу с Божьей помощью, радости тоже переношу, спасибо тебе, Господь. Любовь никогда не перестаёт, хотя и пророчества прекратятся, языки умолкнут и знания упразднятся, ибо мы отчасти знаем, отчасти пророчествуем, когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. И мы видим, что в конце здесь написано, а теперь пребывает си три вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. Отец наш есть любовь. Это хорошая глава, ты её дома ещё раз прочитай. И это сейчас выбор нашего Бога. Выбор нашего Бога, чтобы мы вот так жили. Сосуды любви – это мы. Дети, которые милосердие – это мы. Мы помилованные. И сегодня ты должен молиться и просить Господа, чтобы поступать по любви. У тебя уже есть эта любовь. Он в тебе живёт. Помоги мне поступать по любви. Не воздавать за злом – злом, за ругательство – ругательство. Не обманывать. Не завидовать. Вот, ты прочитал. Не гневаться. Помоги мне, Он поможет тебе. Понимаете? И Бог сказал мне отомщение. Он воздаст тем, Он может воздать как в плане, ой, сейчас отомстит Бог за меня, моего мужа пойдёт, ему там, его там, не знаю, что там, покарает или ещё что-то. Нет. Он может сделать так, что твоему мужу станет стыдно, и муж покается перед Богом и попросит у тебя прощения. И перед Богом попросит прощения. И у тебя попросит прощения, когда увидит, что ты не ругаешься уже с мужем, а молчишь, а Богу всё говоришь. Аминь. Спасибо Господу, спасибо и те, которые обижены на Бога, куда бы ты ни девался, у нас вот такой Бог, ты его уже не переделаешь. Ты его не переделаешь. Ты творение написано. Что ты скажешь творение? А что ты Господь такой? А что ты вот такой? Нет. Ты не скажешь. Ты должен принимать Бога, какой Он есть. И радоваться, что Бог тебя избрал сосудами милосердия и любви. И радоваться, что ты пойдёшь на небо, будешь его там созерцать. И радоваться, что на небе больше нету зла. А там добро. Он больше не будет нести зло. Знаете? Бог больше не допустит зла. На небе, а мы будем все на небе. На земле здесь уже никого не будет. Поэтому у нас будет прекрасная жизнь. Надеюсь, что Бог не поменяется больше. Спасибо тебе, Иисус. Будет всегда добро, добро и добро. Он говорит, аминь. Он говорит, выбрал добро. Он тоже всё смотрел. Какое зло и какое добро. Делал свои выводы. Смотрел на людей. Знаете, я вам хочу сказать очень сильно это Божье Слово. Читайте Библию. Обязательно, когда ты читаешь Библию, твое ум меняется. Иисус, Он любил притчи читать. Знаете, они такие, в притчах столько мудрости. И когда ты вот даже читаешь притчи, ты видишь, что уже ты не хочешь поступать эгоистично. Не хочешь обманывать. Не хочешь красть. Ты становишься мудрым. Ты становишься мудрым. Твое мышление меняется. Ты начинаешь думать, как сейчас думает Бог. Слава тебе, Господь. Он так думает. Вот мы сейчас прочитали. Любовь как думает. Это Он сейчас так думает. Знаете, Он сейчас так думает. Спасибо тебе, Господь. Он сам больше не хочет зла. Видели? Больше нет у этого дерева познания добра и зла. Оно будет тут. Оно осталось на земле. На небе его нет. На небе только есть древо жизни. Это Иисус Христос. Ободрся. Если ты сейчас проходишь какие-то скорби, это все временно. Отец обещал. Он тебе поможет. Даст тебе сверх меры, никто не проходит страданий. Даст тебе помощь. Это сейчас здесь, а на земле. Энергия и все вот это зло. Каша, хаос. Пока еще здесь и сатана. Пока еще мы в этой плоти, которая постоянно все противится. Когда ты уйдешь на небо, ты не будешь в этой плоти. Твой духовный человек другой. Он полностью сотворен из добра. Бог говорит. Полностью любит. Я благодарю Господа за это. Спасибо Господу. Поэтому не обижайся на Бога. Написано все им, через него и к нему. Все было сотворено им. И добро и зло. Все было сотворено им. Да. Мы уже прочитали. Он посадил дерево добра и зла. И он посадил дерево и жизни. Сейчас мы в эпоху дерева жизни живем. Жизнь. Иисус наша жизнь. И это классно, что ты избранный им. Радуйся. Знаете, это реально, не знаю, это просто счастье, что мы будем с Богом. Счастье, что он нас избрал для вечной жизни с ним. Это счастье, что зло больше не будет ни на небе. И тут новая земля, которую он будет делать, новая земля обновит. И там тоже не будет зло. Слава тебе, Господь. Потому что Бог тоже все это видел. Он тоже не хочет зла. Он выбрал любовь. Он выбрал прощение. Он выбрал добро. Он не хочет больше этого. Спасибо тебе, Господь. Это видно все, как Бог менялся, как меняется его мышление. Это все по Писанию видно. Слава тебе, Господь. Слава тебе, Иисус. Слава тебе, Иисус. Видно все по Писанию его планы. Он выбрал любить. Аминь. И я верю, это было у него избрано еще, когда нас еще не было. Что он выбрал, чтобы будет только добро. Спасибо тебе, Господь. Аминь. Прекеремо шуток. Спасибо тебе, Иисус. Ре крейтери ма шулю крейсанто. Ре фа ле крейтери ма шулю крейсанто. Сейчас мы помолимся. Спасибо, Господу, за это слово. И чтобы ты больше не роптала. Что такое блажь? Вот это, вот это, вот это. Все допустил он. Не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Помоги мне, Отец, помоги. Это твое общение с ним. Помоги. Раз уже зло здесь допущено до времени. Знаете, уже осталось мало времени, он говорит. Допущено. Все, он так сделал. Он допустил все. Принимая это. И Савва говорит. И Якова возлюбил. И Савва возненавидел. Вы видите, это избрание Бога. Поэтому, творение, смирися и радуйся, что ты в добре. Что ты в стане добра. В стане овец, а не козлов. Аминь. Спасибо тебе за это, Господь. Слава тебе, Иисус. И радостная весть, что на небе нету больше зла. Он больше не хочет. Он больше не допустит. Он увидел, к чему это зло привело. Он говорит, увидел. И не хочет больше. Спасибо тебе, Господь. Это просто глубокое познание Бога. Он говорит, это глубокое познание меня. Потому что это все в Библии написано. Вы можете это все увидеть. Чтобы вы уже на Бога не роптали, а приняли Бога, какой Он есть. Как Он нас принимает, так вы Его примите, какой Он есть. И ты, творение, смирися. И не надо больше на Бога обижаться. Прости, Господа Бога. Прости. Прости. Он же, да? Нас тоже прощает. Мы тоже где-то, может, неправильно что-то говорили, делали или неправильно поступили. Да. Аллилуйя, 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 Святой Господь. Правильно уже все говорить? Нет. И было, и неправильно. Мы видим, что Он дает и шанс человеку покаяться. Дает шанс выбирать добро. Помогает. Спасибо тебе, Господь. Он все исправит. Кривизн все исправит. Спасибо тебе, Господь. Хвала тебе и слава. Просто давайте помолимся. И те, которые никогда сердце своё Господу не отдавали, перестань роптать. Знаете, перестань. Не обижайся на Бога. Прости Его. Он реальный Бог. Больше нет другого Бога. Он реальный Бог. Отец, Сын и Дух Святой. Больше нет никакого божества, кроме Него. И поэтому прими нашего Господа вот такой, как Он есть. Да, вот такой, как Он есть. Мы видим, что Он сотворил зло, от Него и шло зло, и от Него исходит добро. Мы видим, что Он и гневается, злится. Он говорит, моё мщение, посадил дерево познания добра и зла. Понимаете? У Него это Его такие планы. Принимай Его планы такие, как Он хочет. Потому что мы творение. Мы не можем командовать Богом. И не будем, говорит, никогда командовать. И мы видим, что Бог избрал, в конце концов, Он избрал добро. И зло, что Он сотворил, сатану и всех вот этих падших, Он удалит. Он говорит, больше не будет зла. Я не хочу, Он говорит, больше не будет зла. Потому что от этого зла пострадало множество, множество людей. И сам Бог пострадал. Ещё, говорит, как пострадал? Он не хочет больше зло. Спасибо тебе за это, Господь. И что мы избранные добрые сосуды для добрых дел Его. И спасибо Господу за это, что Он удалит эти сосуды гнева. И их больше не будет. Слава тебе, Господь. И Он больше не будет делать гнева. Он больше не создаст зло. Мы видим, что мы будем жить на небе. Они уже там живут. Уже там кайфуют. Без зла. Спасибо тебе, Иисус. Хвала тебе, наш Бог. Хвала. А, Отец Небесный, ты, который там сидишь и смотришь, ты, я верю, ты понял? Понял? У тебя другого выхода нет. Знаете, нет у тебя другого выхода. Будешь противиться Богу, значит, ты не сосуд, который избранный для вечной жизни. А те, которые не противятся, говорят, да, Господь, это была Твоя воля, блага, угодная, совершенная. Я тебя прощаю, Господь, что от Тебя зло и шло, и от Тебя добро идёт. Я тебя прощаю. И я вижу, что Бог выбрал добро. Поэтому Он Иисуса прислал сюда за нас, чтобы помочь нам. Спасибо тебе, Господь. Это Его был план. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе за это, что сегодня нам не нужно соблюдать какие-то законы, заповеди, чтобы Богу угодить. Ну, написано, что Бог угождает вера. Поэтому верь, что Он есть, что Он есть. И верующих Он возносит. Он верующим помогает. Он добрый Бог, благой Бог для нас. Для кого-то Он злой. Это сто процентов. Для людей этого мира, которые не хотят Его слушать, они не созданы были для неба. И их больше не будет. Он их больше не хочет. Понимаете? Там написано, Он сожалел, что сотворил человека. Сожалел. Но потом ему план… Мы видим, что его план поменялся. Он захотел Ноя спасти праведника и сделать людей добра. Слава тебе, Господь. Это его мысли были, еще когда мы не созданы были, еще когда мы не родились, вот это новые, вот эти все поколения. Спасибо. Он, это было вообще все у него запланировано еще там, на небе, когда еще здесь о земле не было, Он говорит. Представляете? Вот как он думает. Слава тебе, Отец. Слава тебе, Господь. И ты, который сегодня слушаешь, отдай свое сердце Господу. Знаете, люди каются через вот эти эфиры Божьи. Спасибо тебе, Господь. Поэтому скажи ты сейчас, открой свое сердце для Иисуса. Можешь просто так закрыть глаза. Скажи, Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, прости мои грехи. Я каюсь в них. Я тебе прощаю, Отец Небесный, что обижался на тебя. Роптал. Почему война у нас? Почему в моей жизни так все плохо? Я тебя прощаю, Господь. Прости ты меня. Я прощаю всех, кто на меня обижен. Прости меня, Отец, всех, кого я обидел. Я прошу тебя, Господь, войди в мое сердце. Стань ты моим Господом и Спасителем Иисус Христос. Я верю, что ты умер на кресте за меня. И воскрес на третий день для моего оправдания. Спасибо тебе, Господь, за твою жертву, за твою любовь. Спасибо, что я сосуд милосердия. Спасибо, что я твое дитя, избранное твое дитя, чтобы наследовать Царство Божие. Я благодарю тебя, что ты имя мое написал в книге жизни. Спасибо тебе, Господь, что ты простил все мои грехи прямо сейчас. Даруй мне Дух твой святой. Крести меня огнем Духа твоего святого со знамений иных языков. Исцели меня и духовно, и телесно, и материально. Спасибо, Господь, что ты принял меня в свою семью. Спасибо, Господь, что я дитя Божие прямо сейчас. Спасибо тебе, Иисус, что ты простил все мои грехи. Спасибо тебе за твою милость и за твою любовь. Во имя Иисуса Христа я молился. Аминь. Аминь. Ты сейчас, когда помолился вот этой молитвой, попросил у Господа, ты можешь реально ощутить, как с тебя какой-то груз спал. Это Он омыл тебя кровью дорогую, Иисус, и простил. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Иисус. И ты должен радоваться, что Бог так действует. Знаете, мы не можем Бога поменять. Но мы видим, что Он поменялся. Слава тебе, Господь. И нас меняет. Мы видим, что Он выбрал добро. Выбрал любовь. И учит нас делать добро. Творить любовь, творить добро. Представляете? И мы видим, что Господь больше не хочет сосуды гнева. Это очень классно, что Он решил оставить только сосуды милосердия. Вот это мы, избранных своих. Спасибо, что Бог. Мы видим, что Он поменялся. Я уверена, что Бог поменялся там еще на небе. Когда еще не создал землю, Он там уже поменялся. Он там начал думать. Аминь. Он там думает. Потому что Сатана был еще там. Спасибо тебе, Господь. Хвала тебе. Все Иму. Через Него и к Нему. Все значит все. Слава тебе, Господь. Аминь. Аллилуйя. И ты, дитё Божие, которое тут сейчас слушаешь, если у тебя какие-то проблемы, говори Ему. Говори. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, прости мои грехи. Прости меня, Господь. Вот сейчас посмотри, что ты сегодня делала. Что ты вчера делала. Отец Небесный, прости мои грехи. Прости, если ты можешь сказать ему на мужа, что-то была обижена. И что-то сказала неправильно. Просто скажи. Отец Небесный, я каюсь, что что-то там сделал. Исповедуй. Можешь про себя это говорить. Отец Небесный, я прощаю тебя. Я прощаю тебя, Отец Небесный. Прости и ты меня. Я прощаю своих родных и близких. Исцели моё раненое сердце. Прощать надо верою, а не чувствами. О, я никогда не могу простить. У меня чувства, чувства не надо свои сюда вставлять. Верою прощай. Вот так говори. Я верою прощаю всех. И можешь перечислять кого-то очень злая на кого-то. Перечисляй. Верою его прощаю, Отец. Исцели моё раненое сердце. Верою тебя прощаю, Отец. Вам многим нужно Бога простить. Не многим, а всем надо Бога простить. Потому что если ты будешь на свою жизнь смотреть, ты скажешь, что мне он такого отца дал, такую мать дал, а мне вообще ни родителей не дал. Ты об этом думал на протяжении своей жизни. А почему та университет закончила, а я еле школу закончила. А почему я плохо училась, а у той золотые медали. Почему у меня такие родители алкоголики, а у тех родителей пастыра. Знаете, это все думали, я тоже так думала. Поэтому, знаешь, что бы это ни было, скажи, Господь, я тебя прощаю. И отпускаю всякую обиду на тебя. Я принимаю твою волю, благую, благую, совершенную. Спасибо. Потому что мы видим, что Иисус так же сделал. Он не хотел умирать на кресте, но он сказал, да будет твоя воля, Отец. Благая, угодная, совершенная, он говорит мне. Спасибо тебе, Иисус. Так же, Господь, исцели меня сейчас от всякого недуга. Исцели, может, тебя кто-то больной, исцели нас и духовно, и телесно, и материально. Спасибо тебе, Отец Небесный. Попроси, что тебе нужно. Что тебе сейчас нужно. Может быть, кто-то хочет выйти замуж. Может быть, кто-то хочет дитя. Может, хоть работу. Что бы это ни было, скажи, дай мне, Отец. Во имя Иисуса Христа, я тебя прошу. Может быть, у тебя много тем. Хочешь, может быть, чтобы вся спасла семья. Говори, дай, Отец. Знаете, некоторые стесняются у Бога просить деньги. Не стесняйся. У Бога лучше просить деньги, чем бегать в банках, брать кредиты. Или у людей просить деньги. Не надо у людей просить деньги никогда. Иди у Бога проси. Он тебе даст через людей, какими хочет обстоятельствами, даст. Спасибо тебе, Отец Небесный. Слава тебе, Отец, и хвала. И те, которые не молятся на языках, и хочешь это иметь, скажи, Отец Небесный, дай мне Дух Твой Святой. Крести меня Духом Твоим Святым со знамений иных языков. Дух Святой, помоги мне сейчас молиться по вере на иных языках. Я благодарю тебя, Господь, и славлю тебя, Отец и Сын, и Дух Святой. Спасибо тебе, Бог мой. Спасибо тебе, Отец. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Дух Святой. Это будут слова, может быть, одно слово. Говори. Говори. Они не будут на русском языке. Они... Это духовный язык, ангельский, вот мы читали. Говори. Если даже ИИ приходит, говори. Можешь повторять за мной вот эти слова. Говори. Придут еще твои слова. Говори смело, не стесняйся. Что тебе приходит? Говори. Что тебе приходит? Говори. Еще придут и другие. Реза опять приходит. Поймашолоса тираму. Поймашолоса тираму. ЛЕЛИМОЛА. ЛОСЕРИПРАФЕНО. Поймашолоса тираму. 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 даю всю честь, хвалу и славу Отцу и Сыну и Святому Духу во веки веков. Благодарю Господа Отца Небесного, что Он сейчас учил здесь и назидал и наставлял нас. Слава тебе Господь, слава тебе Отец Небесный, слава тебе Иисус Христос и Дух Святой. Сии три едины. Аминь. Это вот наш один Бог, но сии три едины. Слава тебе Бог, верою получай. Халилуя моли сатираму джели соли ма ре фалоре сатираму лелима но репо фалле сатирам ше море сандар релу фалли ки сатираму Ешуа Он придет скоро придет и тебя к себе заберет не грусти мое дитя я люблю вечно тебя ма сатирам слава тебе иисус слава слава тебе великий наш царь слава тебе иисус приди господь наш иисус приди благословенный наш иисус приди отец радость нашей любовь наша приди великий царь приди великий господь спасибо тебе за духа святого который он дал спасибо за духа святого что он нас учит, наставляет, заступается за нас, написано, он заступник. Спасибо тебе, Господь, спасибо тебе, слава тебе, слава тебе, Отец, слава тебе, благословенный. Спасибо тебе, Отец, что ты нас учишь, любишь, охраняешь и защищаешь. Спасибо тебе, Иисус, великий Царь и великий Бог, что мы твоя невеста, и Он приготовил уже место, приготовил для всех, наш Бог приготовил для всех место. Спасибо тебе, Господь, халилуя, Он добрый. Мы видим, что Он выбрал добро, потому что Бог благ, Бог благ. Это классно, это Он мне всё открыл, знаете, через Писание, Он мне открыл. Я думала, спрашивала, почему так, вот так. Он мне всё это открыл, это была Его воля, но теперь Его воля мы видим другая. Слава тебе, Господь, слава тебе, Иисус, Он удалил от Себя зло. Он выбрал добро, любовь, ты выбери, добро, любовь, это Он. Спасибо тебе, Господь, прешало крейсанто. Я вас благословляю, дети Божии, спасибо за эфир, который Бог ведёт, за все его эфиры, я получаю разные такие время от времени сообщения. И сегодня одна мне сестра Аудио там прислала, что она очень благодарит Господа, смотрит вот эти эфиры, она меняется, Бог меняет жизнь и её. И, естественно, по молитвам вашим Он будет менять и ваших родных и близких. Не отчаивайся, не сдавайся. Эти эфиры, они благословены Господом, помазаны Богом. Поэтому можешь их пересматривать, назидание всегда ты получишь. Дух Святой, Он действует, Отец силы Духа Святого действует через вот эти помазанные Его эфиры. И Дух Святой прикасается Его любящей рукою к нам. Да, Он нас любит. Слава тебе, Господь. Любит, видите, мы живые. Он нам помогает, значит, Он нас любит. Спасибо. И, знаете, нужно просто понять, что Бог тебя всё равно любит. Раз тебе не приключается зло, ты живая, живая, и ты пойдёшь на небо, ты уже избрана, значит, Он тебя любит. Понимаете? И давайте перестанем смотреть, Бог того больше любит, Бог того меньше любит. Ну и что? Ну и что? Да, мы видели из Писания, что Он кого-то больше любил. За Иоанна, даже Он о себе так сказал, любимый ученик Иисуса Христа. Это правда, Иисус мне давно это тоже говорил. Но, знаете, Иисус тебя тоже любит. Он тебя тоже избрал на небо. Вы видите, что любовь делает? Она всё прощает, долго терпит, милует. Хорошо, что Он нас тоже любит. Понимаете? И на небе, чтобы ты ободрился, там не будет у одного трёхэтажный дом, а у тебя ничего. Нет, там всё будет по-другому. Слава тебе, Господь. Мы должны знать, что ты, может быть, думаешь, вот тот проповедник так хорошо постарался, столько Бог через него спас людей. Ты так не должна думать. Знаете, ты так не должна. Это Бог, Его избрание. Это Бог всё делает. А через себя Он может быть другое дело. Через себя Он побуждает тебя помолиться за братьев и сестёр. Твоя участь тоже доля в этом. В этом ты тоже участвовала в сборе душ человечих. Во славу Божию. Он помогает тебе быть этой веточкой, которая приносит плоды во славу Отца Небесного. Поэтому не отчаивайся. У тебя тоже есть место на небе. У тебя тоже будут какие-то награды. И, знаете, на самом деле, если ты будешь честно смотреть, знаете, мы не достойны никаких наград. Всё, что это производит Бог сам. Поэтому не завидуй никому. Не завидуй никаким проповедникам. Знаете, это всё Иисус делает. Эти проповедники ничего не сделали сами по себе. Мы видим из Писаний, никакой праведник, никакой библейский герой ничего сами не могли делать. Всё Бог сам делал через них. Поэтому тебе не надо вообще никому завидовать. Это всё Иисус делает. Слава тебе, Господь. Слава тебе, Иисус. Знаете, как-то вот я с ним общалась насчёт наград. Я сказала, Господь, я такие награды не принимаю. Мне такие награды не нужны. Дай мне награды бесплатные. Это будут честные награды. Потому что на самом деле я лично ничего не делаю. Всё делает Он через меня. Да за что мне ещё награды, если Он всё это делает? Если Он всё делает через тебя, через других, дай мне бесплатные награды. Вот всё бесплатно. Подарки. Он говорит, даст. Потому что вот как Он дал нам жизнь, подарок, подарил нам спасение. Даром. Вот дай мне даром такие подарки. Не за мои какие-то хорошие слова, поступки и дела. Чтобы ты был приземлённый. Знаете, а то могут многие возгордиться и думать, что Он такой одарённый, что Он такой умный. Это всё Бог делает через тебя. Успокойся. Дай мне, Господь, просто твои подарки. Просто так дары. По милости, по твоей благодати, бесплатные твои подарки дай. Это себя дай и то, что ты хочешь мне подарить ещё. Аминь. Этого я тоже хочу. Спасибо тебе, Господь. Я не хочу трудиться за какие-то подарки. Знаете, трудиться за подарки я не хочу. Это всё Он через меня говорит и делает. Ещё буду я сейчас сидеть ждать подарки. Он сам через меня говорит и делает, служит. Всё Он делает. Я должна сидеть вот эти награды ждать. Дай мне бесплатно всё, Отец. Просто так. Он говорит, да. Вот и всё. Потому что ты увидишь, что всё это делает Бог через других людей. Через тебя Он что-то другое делает. И всё это во славу Его. Это не ты делала. Не ты говорила. Не ты добро сделала. Не ты вкусную еду сварила. Это Он всё сделал через тебя. Не ты кому-то милость подала. Какую-то милостыню подала. Это всё Он произвёл. Потому что в Библии написано, что всякий дар совершенный, вот этот добрый дар от Отца Света исходит. Всё добро, что ты делаешь в своей жизни, это Он делает через тебя. Аминь. Спасибо тебе, Господь, слава и хвала. Спасибо тебе, Отец. Аминь. Я вас благословляю. Я прошу Господа, что были эфиры. И я верю, что не будут эти эфиры. И между делом мы ждём приход Иисуса Христа. Я сейчас молюсь, наблюдаем за дела, вот этот, что делается сейчас в мире, наблюдаем. Мы живём в последние времена. И мы знаем, что Иисус грядёт, не знаю, в этом году грядёт. Говорил в этом, но Он может и передумать. Знаете, мы видим, Он может передумать, Он может отложить, может что хочет сделать. Так что будем ждать. Ждать, 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 когда Он придёт. Наша воля от Бога, знаете, воля Божья для нас. И Его ожидать. Жених и невеста говорят, приди. Не отчаивайся, но просто мы видим по временам, мы видим, что уже Антихрист есть. Это Илон Маск, это 100%, который хочет чипировать людей. Уже ему дали разрешение. И мы видим, он просто безбожный. Он видит, что уже этот искусственный интеллект, он просто его делает Богом. Понимаете, люди уже поклоняются искусственному интеллекту, его возносят, Илону Маску поклоняются, хвалят его, превозносят даже сами христиане, к сожалению. И мы видим, что вот совершилось это историческое событие, что мы видим, он уже с Израилем начал общаться, что у него было общение с президентом Израиля, у этого Илона Маска. Они все еще общаются, уже идут всякие тайные переговоры, чтобы насчет искусственного интеллекта побольше, чтобы чипировать побольше людей. Понимаете, а мы не должны бояться, Иисус нас заберет, и как народ израильский он сокрыл, и он сокроет нас от этого година искушения. Так что ты не будешь проходить вот этих мук и страданий, народ израильский не проходил, Бог их сохранил, а мучения проходили эти египтяне. Спасибо Господу за это, поэтому ожидаем, возьмет нас в этом году, спасибо тебе Иисус, возьмет нас следующий, спасибо тебе Господь. Но мы знаем, что это последнее время, это сто процентов мы живем в последнее время, сто процентов, аминь. Поэтому вот даже смотря, что делает вот этот Илон Маск, вы видите, сейчас ему разрешили чипировать людей 25-26 мая. Вот. Это все идет к этому. Спасибо тебе Господь, это в Откровении 13 главе, вы можете об этом прочитать, о приходе Иисуса Христа, о тысячелетнем царстве. Слава тебе Господь, слава тебе Иисус, и что Иисус его поразит. Он будет три с половиной года Тихрист править. И некоторые, я тоже думала, что он там восядет, этот Бог, мне сказал, он будет править не просто так. Это будет и открыто, и за, как говорится, за кулисами. Он уже за кулисами действует, Антихрист, сильно. И вид показывает, что он такой, что он такой крутой, что он такой этот гений. Бог сокрушит этого зверя. Спасибо тебе Господь, слава тебе и хвала. Поэтому жди, зови Иисус, приди, забери нас к себе, туда, где ты. Естественно, мы должны знать даже по Библии, что Иисус уже здесь, он всегда здесь был. Он сказал, с вами я до скончания века. Он духовно, естественно, с нами. И мы верим, он придет и телесно. Потому что править он будет телесно. Телесно он будет в тысячелетнем царстве править. Слава тебе, Господь. Аминь. С Богом, дорогие дети Божии. Пока. Пусть молитесь, если фир он хочет, еще будет фир. Распространяйте это в видео, сами пересматривайте. Здесь есть молитвы покаяния и хорошее слово от Господа. У тех, у кого много вопросов, почему это зло, откуда это зло. У меня эти были вопросы, он мне ответил. Он говорит, я сотворил зло. И уберу его. Спасибо тебе, Иисус. И мы видим, что зла уже нету на небе. Зло сейчас только здесь. Спасибо тебе, Господь. Хвала тебе, Отец. Слава и хвала. Аминь. С Богом, дорогие дети Божии. Пока.